День добрый. Сегодня у меня в гостях Алина. Алина, представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Хамадинова Алина. Я обучалась у Ирины на программе создания премиум авторской программы. Хорошо. Скажите, пожалуйста, почему вы решили участвовать в этой программе? То есть какой был основной запрос? Ну, на самом-то деле я занимаюсь коучингом, тренингами, тета-хилингом. Но мой сегмент, который я больше продаю и консультирую, это тренинги, связанные с личностным ростом, развитием и индивидуальной коуч-сессией. И я понимала, что я не могу прям так уделять этому 100% времени. И мне хотелось создать в этом, ну, я не хотела быть, как все другие коучи на рынке, мне хотелось сделать что-то такое уникальное, неповторимое. И так случилось, что вот случился карантин. Основной мой продукт был этот тренинги оффлайн, да, по счастью, по развитию, по личностному росту. И я понимала, что вот, ну, вот прям получать от своей работы удовольствие, да, и сохранять такой же масштаб в системе карантина было невозможно. Поэтому у меня был запрос, как из своей вот этой деятельности, да, из своих программ личностного развития сделать какой-то продукт, чтобы его можно было запустить онлайн. Поэтому я вот пришла к вам, Ирина, да, вот по созданию авторской системы именно в системе онлайн, что, в принципе, я и в рамках курса сумела создать. Супер. И какой был самый большой прорыв вот в вашем деле за это время? Ну, во-первых, вот, наверное, на втором месяце в рамках программы я запустила пилотную версию онлайн-коучинговой программы «Архитектура счастья». Набрала первую группу, и для меня это был очень-очень значимый прорыв, потому что вот об этом я мечтала, наверное, год. И я человек такой активный, динамичный, я люблю очень общаться, и поэтому вот к онлайн-версии мне было сложно подойти. Я немножечко не верила, что это возможно, что возможно сохранить динамику, дать эту процентный результат своим клиентам. Но в рамках вот обучения я поняла, что, в принципе, возможно. И вот я, когда у вас обучалась, я решила, так, запущу пилотную, пока мы в системе обучения, посмотрю, насколько будет это адекватно, да. И у меня было восемь участниц, прямо как я планировала, пришли участницы в мою программу, и результаты их очень-очень сильно меня вдохновили. Сейчас у меня уже вторая пойдет программа, уже не пилотная, а основательная, и в следующем месяце уже будет третий поток. Отлично. А что, если мы говорим по финансовой составляющей, что у вас там получилось на пилотной и основной, как финансовой? Ну, на пилотной программе, она хоть и была пилотной, и по такой промо цене достаточно, я понимала, что мы экспериментируем, и всех участниц об этом предупредила тоже. Я смогла вложенные деньги в курс, за который я заплатила за программу премиум-авторская система, я смогла получить конверсию порядка около 40%. Ну, для меня было правильно, и что мне очень сильно понравилось, хочу сказать, очень важно, я заметила для себя, что с самого начала вы поставили такую задачу. Для меня немножечко было сложно, как это так, я могу вот вложенные деньги как-то вернуть, да, за счет этого. Но получилось, и я довольна своим результатом. Конечно, всегда хочется больше, но 40% вернуть из инвестированных только за время, когда только 50% программы началось. Для меня это было большим-большим внутренним результатом. Если припрусовать то, что я еще, пока программа не закончилась, я уже анонсировала новый поток, да, и у меня пришли участники, то, в принципе, так, моя конверсия в кэжбеке достаточно хорошо увеличилась. Мне приятно, потому что, Ирина, скажу честно, я всегда человек, который там занимается разными видами бизнеса, и тренинги, коучинги, это было больше такое мое внутреннее предназначение, мне это нравилось делать. Мне было сложно брать деньги у людей, и сложно было, ну, как бы проявить вот эту ценность, да, и как бы вовлечь людей в эту систему, что за знания и за то, что я считаю ценным, очень важно заплатить и обменяться энергией. И, кстати, тоже на этой программе я для себя тоже, ну, такой совершила внутренний прорыв, научилась делать программы именно платные, научилась, разрешила себе продавать, разрешила себе увидеть возможности рекламы, да, и прямой, и контентной, да, и вот разрешила себе углубиться в понимание, что я действительно эксперт, и проявить себя вот, ну, экспертом в этом пространстве, в онлайн обучении. Увеличилось ли количество клиентов? Вот, ну, я поняла, у вас самый большой прорыв, это переход в онлайн, конечно, это совершенно другая, как бы, сфера, но, тем не менее, вот, с точки зрения клиентов и качества клиентов, пришли ли какие-то другие люди, или вот как-то по-другому взаимоотношения стали складываться? Ну, здесь хочу отметить, что очень классное то, что у меня появилось, как бы, влияние, вовлеченность, вообще интерактивный диалог с большим количеством людей, да, вот мне прямо стало вот прям кайфно на самом-то деле, потому что даже вот там я начала по-другому относиться к диалогу в соцсетях, да, к каким-то своим постам, к пониманию, как делиться знаниями, да, как вовлекать людей там, да, и вот у меня прям, ну, как клиентский диалог или диалог с потенциальными клиентами стал совершенно по-другому строиться. Я вижу больше обратной связи, я вижу больше интереса, да, и обо мне, ну, как о тренере, как, ну, эксперте, там, программ личностного роста узнала гораздо больше людей. И сейчас больше там люди звонят, советуются, там, да, где-то записываются, интересуются программой, потому что я вижу, что моя ценность и моя польза стала как-то больше востребована, больше нужна. И действительно, запросов и там записей там на те же индивидуальные сессии часто стало гораздо больше, они стали качественнее, да, вот честно вам скажу, не так, как раньше, допустим, там, чем ты там занимаешься, там, ты нам так-то можешь помочь. Сейчас люди больше приходят с конкретной ситуацией, с конкретным запросом, и для меня это важно, потому что мне проще, мне так легче, я вижу четче, да, как человек идет к своему собственному результату. Есть ли какая-то одна вещь, которую вы стали делать лучше или же чувствовать себя в этом лучше? Ну, во-первых, я поняла, что я могу более масштабно работать, вот это прям такой глубокий инсайд для меня, потому что, ну, понятно, что, допустим, в тренинговой аудитории, да, чтобы сохранить комфортную динамику или результативность людей, нужно собрать там не более 22 человек, да, на самом-то деле. Если хочешь увидеть конкретные результаты, я так себя чувствую, как тренер. А тут я понимаю, что я могу там чуть более продолжительное время общаться, но с большим количеством людей и видеть результаты гораздо большего количества людей. Масштаб влияния, воздействие, да, результативности, да, и принесение пользы для меня вот прям таким был очень значимым, ну, прорывным на этой программе. Еще вопрос, вот то же самое, если мы посмотрим с точки зрения, как-то поменялось это на то, как вы лично, допустим, в семье или в каких-то вот, ну, вне бизнеса, да, как-то повлиялась программа вот тоже на вас? Ну, да, дома я стала более удовлетворенней, да, тем более все-таки фактор карантина и ограничение в себя в самореализации так или иначе вызывало дома определенные трения. Ну, мы все вместе, мы же люди, мы же какую-то энергию там даем и не додаем, и в моем пространстве было слишком много от меня, а когда я все-таки смогла найти для себя нишу и возможность вот дарить энергию куда-то, да, отдавать ее правильно, я дома стала поспокойнее, меньше поучаствовала дома своих детей, и как-то вот, ну, это вот диалог, он такой стал более комфортный, вот несмотря на карантинные там, да, ситуации в наших, да, в домах, в наших странах. Мне стало легче, я начала больше себя любить в том числе, больше собой внутренне гордиться и какую-то внутреннюю ценность для себя обрела, но это, конечно, положительно влияет и на отношения с детьми, и там, на отношения с мужем, да, вот, даже где-то сейчас мы с мужем обсуждаем ситуацию, возможно, какой-то совместный с ним курс запишем, да, в какой-то таком сегменте уже такой, ближе к мужской аудитории, ближе к каким-то таким профессиональным навыкам. Даже вот на творческий так тандем нас потянуло благодаря этому. Здорово. Вот если бы были люди, вот что бы вы сказали, вернее сказать так, что бы вы сказали, посоветовали тем, кто рассматривает участие в программе «Авторская система», но по каким-то, по каким-то, вот что-то не решается, что-то не хватает, что бы вы хотели сказать? Ну, самое главное, я бы хотела сказать, что идите уверенно в программу, да, чётко понимаете, какой вы хотите получить результат, да, и даже оставьте себе немножечко побольше, потому что результат вас очень-очень сильно вдохновит, да, удивит. И, ну, и считаю, что он даст огромную-огромную какую-то основательность, базу, да, говоря о себе, я пришла на курс осознанно. Я три года ждала себя, да, верила, и когда уже понимала, что я уверена, готова к этому, я шла вот даже без всяких сомнений. Поэтому, если вы готовы, даже не сомневайтесь, польза будет 100-100%, даже, наверное, 150%. Были ли какие-то сложности во время обучения у вас, или, может быть, есть какие-то лайфхаки, которые помогут будущим участницам, но как бы быстрее получить результат, или там легче пройти программу, или что-то? Вот какой-то ваш опыт, ваш... Ну, сложности были, потому что всё равно, когда приходишь и кажется, а, это невозможно, да, мозг же свои, так сказать, нейронные сомнения начинают активно активировать, не очень приятных. Ну, самый главный лайфхак – это вот довериться программе. Потом, скажу честно, очень классно было то, что вы давали вот эти элементы, как проходить вот эти эмоциональные саботажи. Вот мне лично очень помогло, хотя я вроде бы знаю технику, и даже на тренинге мы используем, но в программе мне было важно знать, что я могу обратиться вот к этим вещам, да. Поэтому, ну, и, как сказать, в любой ситуации там, да, образование всегда бывают вот эти блоки, затыки, и вот прорабатывая, да, даже просто, ну, делая какие-то маленькие упражнения, да, идя по шагам, я их легко переодевала и комфортно. Ну, и вам спасибо все-таки, что вы в пространстве периодически вот эмоциональную поддержку оказывали, в том числе, да, это было комфортно. А всем хочу сказать, что очень хорошо, если мы решаем, то идти потихонечку. И мне, на самом-то деле, очень сильно помогло, когда меня там накрыло, там, и в том числе с болезнью, да, тоже, ну, как все люди, то, что я для себя поставила цель, и все пропущенные занятия в записи можно было спокойно, комфортно пройти, не чувствуя себя там двоечницей или отсталой, или что-то там еще у меня не получилось, да, не сливаться, а дать себе за рог, что все-таки я в своем темпе дойду, то, что я вот за это время там в силу обстоятельств пропустила. Отлично. Есть ли что-то, что хотели бы пожелать будущим участницам? Ну, я хотела бы пожелать будущим участницам в первую очередь верить в себя и вот прям дать себе внутреннее позволение, вот принять знания, да, и их для себя вот не просто там познать, да, а их еще на практике попробовать, да, вот прям эффект классный. Потому что программа дает возможность преодолеть свои какие-то сомнения, да, свою неуверенность в себе, вот, и программа дает возможность стать тем, кем ты хочешь быть и ближе стать к своему какому-то жизненному предназначению, к своим каким-то талантам, да, вот это очень классно. Поэтому не бойтесь, вперед, пробуйте, да, самый классный результат, тот, который вы себе сами запланируете. Спасибо огромное за то, что поделились и успехов вам в вашей деятельности. Благодарю вас, Ирина, отличный результат. Я желаю всем участницам классных прорывов, а вам вдохновения для того, чтобы вы нас больше радовали новыми продуктами.